100 градусов, 100 тысячи градусов, плюс несгораемое стекло, огнеупорное, вот так вот одевается, это одевается как березон, да, перчатки специально, да, вот этот костюм, ребята, он просит на специальной смесь, применяется, если вы захватите, где-то какая-то ядерная, химическая, радиоактивная, сейчас все, как все, да, одевается вот этот противограф, да, ну я знаю, что это работает, да, вот, я знаю, что у кого-то, я говорю, дети не работают у нас, это реально, это манекен, но костюм реальный, конечно, руками мы не трогаем, ну, представьте, сколько вас его руками, ну, и же знаем, когда пожар, да, то при пожаре не только планы, а еще у нас что образуется, дырки, ну, чтобы не задохнуться, что надо одевать, ну, детям, да, а когда спасатели, что они одевают, они противогаза одевают, одевают вот такие кислородные баллоны, кислородом, да, где еще применяется, кислородные баллоны, в больнице, в... в больнице, под баллоны, под водой, и где еще применяется, в бондито, ну, понятно, и еще применяется, где вы, в от массы, ну, конечно, вы знаете, что у вас есть, но а вы, в кислородные баллоны, да, вот, да, а перед вами все знают, что спасатель должен быть каким? для этого у нас есть такой вид спорта, как пожарно-прикладной спорта. Пожарные наши специально-спортные тренируются, вот это полоса препятствий, мини-полоса макет, полосы препятствий, которые у нас находятся на стадионе, на Бобоке. Вот такая полоса препятствий, наши пожарные бегают в полной экипировке. А сюда лестнице штормовкой зацепляют, и вот так вот на каждый этап поднимаются по лестнице штормовки. А это учение, да, это учение на станции, но не на нашей Лоргодаровской. Видите, пожарные рукава, какие огромные, да, по сколько метров, до 20 метров, больше 30 метров тоже пожарные рукава. Все это проходили учения. Это пожарные фотографии уже старинные, видите, что, из прошлого лета. Вот, наши пожарные, это пожарно-прикладной спорта, давали нормативно. Реальные события, которые у нас происходили в Запорожье. Мы происходили в 1932 году. Дети, видим, да, лесослад лежит, да, племно лежат. Дети во время летних каникул запекали на перебуде про картошку, да. После себя плохо затушили костер. И случился глобальный пожар, видим, да. Несколько пожарных подразделений тушили пожар. Вот, поэтому, ребята, у вас же скоро каникул. Я вам желаю, чтобы вы покупали специально в отмеденных местах, да, когда вы пойдете же с родителями. Да, да. А это специально, что так вот, видите, как это тлеет, да. Нет, это не стекло. Вот это такая краска специальная, да. Это как раз на стекло. Да. Какое дело эмиссирует, что как будто еще догорает. Видите, тлеет еще, как бы тлеет. Вот, ребята, дальше, значит, купаемся, да. Дома, когда встают ресторанисты, здесь спички детям не игрушка. Включаем телеквотреборы и так далее, да. То есть, тут соблюдаем правила пожарной безопасности. Пойдемте теперь прямо туда, где пахнет. Там гигантский пахнет. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. Немножечко приводит. В городе перед вами. Старый город Александровск. В городе Александровске первая пожарная охрана была в 1876 году. В 1876 году. Состояло всего лишь шестых человек, мальчики, внимание. И состояло всего лишь шестых человек. Вы переговариваете. Главный бродмейстер. И были не пожарных машин, когда не было. А были вот такие экипажи. Смотрите, сидит вот пожарный. Назывался такой экипаж полно-бочечный ход. И вот такие экипажи, хотя подожди. И вот такие экипажи выезжали на тушение пожара. Но для того, чтобы пожарный раньше мог видеть, где пожар, что должно быть такое. Маленькая-то не было. Что должна быть? Ты что? Нет, ребята, должна была быть вот такая башня. Она называлась пожарная каланчур. На ней висел вот такой огромный пожарный колокол. И пожарные. Когда видели, что где-то пожарный. Они били на башню и выезжали на тушение пожара. Но опять же, как мог пожарный пробу с одного тела показать там через несколько башалов в другом? Да, приедет туда. Вот правда, они не зажигали башню. Они стояли на башне. В руках у них были фоналики. Мы подарили там памятник. Сначала сомнев. Потом сначала были шарели. Ничего только они приспославливали. Вот как есть матросы стоят. Видели, может быть, фильмы, там матросы на палубе стоят. Вот так были пожарные. Были сначала шары, потом они, потом они еще как-то. Ну, а потом, конечно, уже связь. Время-то идет вперед, развивается. Правильно, цивилизация развивается. Вот и раньше так. Вот так они подавали сигналы и выезжали на тушение пожара. Поднимаем глазки на картину. Вот таким способом пожарные, когда на поле ходить, спасали детей, людей. А в основном пожары происходят от чего? Мало того, что явление природное, да, там может гроза, молния попасть. А от чего? По холодности людей. Правильно? Происходят пожары. Время двигалось вперед. И в начале прошлого века в Германии были заведены такие пожарные автомобили. Вот как в Макетсе назывался он автомобиль. Линейка, не, он не может, это макет. Экспонат. А на нем не везет? Ну, это ж, не, на нем не везет. Это же автомобиль специально нам сделали 30 лет назад. Не будет. Это макет, ребят. Вы поняли, да? Вот, посмотрите, какие автомобили были. Вот раньше на фотографии, старинной фотографии. И какая вот была раньше пожарная форма, видите? Форма пожарных, это был 19 век, понятно? Ну, конечно, мы же военные пожарные, конечно, пожарные военные. Понятно, и выезжали на тушение пожарных. Ну, это специальное было такое колесо, запасное, как запасное. Да? Понятно. Видите, вот такие поводки, видите, вот, вон на бочечнице. Янка пожарные, вот так. Так, подходим, вот так не умеет. Вот, видите, вот, не жарные. Вот, видите, да. Включи, мальчик. Куда они подошли? Мальчик. Мальчик. Мальчик, пока мигает. Самое интересное, прощите. Во всех домах, повышенный этап, и вообще, где находятся люди там? Во всех учреждениях, массовым пребыванием людей, во всех жилых помещениях, есть автоматические системы оповещения о пожаре. На данный момент мигает сигнализация о том, что в квартире произошло за день.